Воскресенье, 28 января 2024 года, Новакуй-Бышевск. Картинг на льду Ротакс-Макс. Чемпионат Самарской области по зимнему картингу. Это первый заезд Кирилла, он стартует с третьей дорожки. Рядом с ним на стартовой решетке расположены Бурмистров Иван, Вершинин Егор и Финашин Михайл. Все внимание на огне светофора. Гаснут огни. Кирилл сразу же захватывает лидерство в этом заезде, благодаря безупречному старту. Трасса ВНС Каранчо изобилует интересными связками из медленных поворотов с выходом на прямые разные протяженности, а также торможениями с перекладками. В таких местах очень легко допустить ошибку и потерять катастрофически много времени. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кирилл первым пересекает финишную черту И сразу же добавляет 3 очка в свою копилку А у нас на очереди второй заезд У Кирилла вторая дорожка Рядом с ним в бой уходят Дмитрий Раков Андрей Барнаш и Никита Казарин Тем временем пилоты уже начали разгон к первому повороту Кирилл снова захватывает лидерство Кто-то вплотную преследует Кирилла Кажется, это Дмитрий Раков Соперник не отстает Он настроен решительно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кирилл едет аккуратно и без ошибок А соперник продолжает его преследовать Субтитры создавал DimaTorzok Только что соперник коснулся своим передним правым колесом А заднее левое колесо карта Кирилла Субтитры создавал DimaTorzok Пилоты проходят финальный вираж последнего круга второго заезда Второй раз подряд финишировав первым Кирилл записывает в свой актив Уже 6 зачетных баллов по сумме двух заездов А мы с вами плавно притекаем к третьему зачетному старту Кирилл стартует с первой дорожки Справа от него расположены Курочкин Евгений, Никита Фроловин и Морозов Владислав Евгений уходит со старта первым Кирилл второй Никита третий Влад замыкает пилетон Судя по всему Кирилл потенциально гораздо быстрее Евгения Курочкина Но мы нисколько не сомневаемся В мастерстве пилота в красном комбинезоне Идущего впереди Кирилла На постановке перед последней шпилькой Мы наблюдали не очень синхронную перекладку справа налево По этой причине Кириллу не удалось реализовать потенциал на выходе из поворота На постановке перед первым поворотом Кирилл приблизился к Евгению Но мотор внезапно начал облохнуть А Евгений вновь уехал примерно на секунду вперед Два пилота абсолютно синхронно проходят третий поворот А вот на постановке к последней шпильке Кирилл похоже сделал ставку на позднее Апикс Чтобы оказаться быстрее Курочкина на прямой старт-финиш Кирилл снова был гораздо быстрее Курочкина на постановке Кириллу нужно действовать решительно Так как сзади их обоих преследует еще и Никита Фроловин К третьему повороту наш пилот На постановке по внутреннему радиусу Пытается протеснуться мимо Евгения Однако этот маневр не проходит Но Кирилл кажется визуально быстрее Курочкина на обратной прямой Похоже сейчас будет атака Евгений смог перекрестить траекторию и снова выйти вперед Тем временем Алексей Береговский сигнализирует пилотов О начале последнего круга заезда Курочкин на постановке использовал педаль тормоза А Кирилл использовал торможение маятниковой постановкой В результате два карта слегка соприкоснулись Кирилл дважды перекрестил траекторию относительно Курочкина В связке первого и второго поворота Уже вышел вперед, но на постановке третьего поворота что-то пошло не так А Евгений перекрестил траекторию и снова захватил лидерство Курочкин закрывает внутренний радиус перед последней шпилькой Кирилл это понимает и решает воспользоваться поздним апексом Сделав ставку на хороший разгон к выходу Однако между ними вклинивается Никита Фроловин Оттесняя Кирилла на третью позицию У Кирилла по итогам трех заездов уже семь зачетных баллов Все решится в четвертом заезде Кирилл уйдет в бой с четвертой дорожки А на старте компанию ему составят Валентин Кунгурцев, Геннадий Новичков и Валерия Новичкова Итак, старт Всем пилотам удался неплохой старт Однако Кириллу придется тормозить раньше всех Так как внутренняя траектория здесь не самая выгодная Кирилл решает сделать ставку на второй поворот Где попытается перекрестить траекторию Кунгурцеву и Новичкову По некоторым причинам нашему пилоту не удалось реализовать преимущество на выходе Но он не сдается и продолжает атаковать Кунгурцева Чтобы броситься в погоню за Геннадий Валентин немного ошибается Чем незамедлительно пользуется наш Тольяттинский пилот Тем временем Валерия лидирует А Геннадий преследует ее Кирилл тем временем приближается к Новичкову Разрыв то сокращается То снова увеличивается А вот тут Кирилл Кирилл уже заметно ближе, чем на прошлом круге Гена ошибся в третьем повороте Кирилл вроде бы проходит его, но Гена чудом возвращается в борьбу Контакт Что происходит? Гена снова впереди Еще и закрывает внутренний радиус на входе в последний вираж Судья показывает флаг последнего круга А Кирилл продолжает оказывать давление на Новичкова Однако на карте Кирилла явно не хватает трикшена на выходе из медленных поворотов Так как ему не удается реализовать потенциал более выгодных траекторий Новичков отбился В этот момент Валерия Новичкова пересекает финишную черту первой А на входе в последний поворот Кирилл был явно быстрее Но этого не хватает, чтобы обогнать Геннадия Снова третий На его шоту 8 баллов по итогам четырех заездов По итогам дня у Никиты Казарина первое место с десятью очками Курочкин второй с девятью Михаил Финошин выйдет в финал за третье место против Кирилла Финал за третье итоговое место Финошин против Пулина И Кириллу удается хороший старт Он на выгодной траектории при входе в первый поворот Но Финошин не сдается и отчаянно протискивается по внутреннему радиусу на входе во второй поворот Видно, насколько разные траектории выбирают пилоты Исходя из состояния трассы к концу гоночного дня соревнований Похоже, плотной борьбы не будет Но Кирилл не сдается и ждет ошибки соперника в каждом повороте трассы Алексей Береговский сигнализирует пилотам о начале последнего круга гонки Финошин закрывает все внутренние траекторию от возможных атак Кирилла Который сейчас будет пробовать перекрестить на выходе с второго поворота Но нет, Финошин знал, опыт берет свое И вот, на обратной прямой Михаил закрывает внутреннюю на входе А Кирилл попытается перекрестить на выходе Не проходит этот момент Итак, по итогам дня Финошин третий, а Кирилл четвертый Всем участникам спасибо за борьбу на трассе А зрителям канала я рекомендую подписаться на канал Поставить лайк и оставить комментарий под видео Заезды Кирилла озвучивал ваш искусственный интеллект Всем пока и до новых встреч на просторах Утубчика Субтитры сделал DimaTorzok